Ребята, здравствуйте! И мы с вами переходим уже к 23 уроку И поговорим с вами про чука хаги, поздравления Как мы можем поздравлять друзей или семью, когда есть действительно какой-то хороший повод Давайте посмотрим на первый диалог У папы будет день рождения Сэнгсин – это день рождения, но в вежливая форма Вспоминаем сэнгиль – день рождения, нейтральный вариант Какой бы ему лучше подарить подарок? Сэнмэль – подарок Нэктаи на гуду гаоттео? Как тебе галстук или обувь? Нэктаи – заимствованное слово галстук, гуду, обувь Ина – это разделительная частичка между существительными Галстук или обувь, когда мы делаем определенный выбор А теперь давайте вместе с вами прочитаем и вместе повторяем И переходим ко второму диалогу Младшая сестра поступает в университет И пакада – поступать Какой ей лучше подарок сделать? Что ей лучше подарить? Как тебе духи или косметика? И опять же смотрим на разделительную частичку на И повторяем Уверена, все вы справились замечательно Поэтому переходим с вами к следующим диалогам Используя нашу новую лексику Младшая сестра выпускается из университета Выпускается Какой подарок ей лучше сделать? Как тебе ноутбук или мобильный телефон? Ноутбук – заимствованное слово И также смотрим на разделительную частичку И на В данном случае уже не на, а и на Так как заканчивается на согласное существительное Второй диалог В следующем месяце подруга выходит замуж В зависимости от того, про кого мы говорим И посмотрим на третий диалог Вчера старшая сестра родила ребенка Родила ребенка Старшая сестра для девушки Для мальчика давайте вспомним, как будет Старшая сестра для мальчика Какой лучше подарить ей подарок? Как тебе одежда для ребенка или обувь? И давайте посмотрим еще на ряд диалогов Используя наши новые слова На этой неделе в субботу день рождения у дедушки Сэнгсин – день рождения вежливая форма Какой ему лучше подарить подарок? Как тебе пищевые добавки или шляпа? И смотрим на пятый диалог Старшая сестра вчера переехала в новый дом Переехать Переехала в прошедшей форме Чтобы подарить на новоселье Давайте посмотрим, что же подарить можно Как вам цветочный горшок или настенные часы? И шестой диалог Старший брат получил повышение на работе Сэнгсин – 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 сэнг Антон, что ты подаришь на свадьбу своему другу? Герунсик это свадебная церемония. Когда мы видим с вами сик, это означает, что мы говорим про какую-то церемонию. Например, церемония по окончанию учебного заведения. Например. И ответ. Герунсик это передавать, но в данном случае мы можем сказать подарю. И теперь повторяйте за мной. Уверена, вы отлично справились. Теперь переходим ко второму диалогу. Люба, что вы подарили подруге на день рождения? Подписала открытку и подарила ее вместе с букетом цветов. ЧУКАКАДЫ это поздравительная открытка. КОТАБАЛЬ, букет цветов. ВАК과 ХАМКЕ это вместе. И повторяем. Люба, что вы подарили с друзьями? Что вы подарили с друзьями? ЧУКАКАДЫ를 써서 КОТАБАЛЬ과 ХАМКЕ 선물했어요. И продолжаем с нашей лексикой. Посмотрим, что же мы можем еще использовать для того, чтобы поздравить человека. ЧУКАКА МЕСЕДЖИРЫЙ ПУНЫЙДА Отправлять поздравительное сообщение. МЕСЕДЖИ – сообщение. ПУНЫЙДА – отправлять. КИНЕМ САДИНЫЙ ЧИКТА Делать памятное фото. ЧУКАКА ПАТИРЫ ХАДА Устраивать вечеринку. ЧОДЭ ХАДА Приглашать. ЧОДЭ ПАТТА Получать приглашение. ЧОДЭ – это приглашение. Соответственно, ПАТТА – это получать. ЧУГЭГИМЫЛ ЧОНДАРАДА Дарить деньги в конверте. САНМУРЫЙ ЧУДА Делать подарок. Дословно, давать подарок. ЧУГКА ИНЦАРЫ ХАДА Поздравлять. ЧУГКАКАДЫ РЫ СЫДА Подписывать поздравительную открытку. ЧУГКАКАДЫ – поздравительная открытка. У нас с вами уже это было в диалоге. И давайте посмотрим теперь на несколько диалогов, используя нашу новую лексику. ЧУГКАЕ О – поздравляю тебя с окончанием. ЧУГКА – окончание. ЧУГКА – что вы делали после церемонии окончания учебного заведения. ЧУГКА – это церемония окончания определенного учебного заведения. Мы с вами уже говорили про СИК, где говорим, что это определенная церемония. ЧИНГУДЕЛКА ГИНЕМ САДИНЫЛ ЧИГОССАЙО. Мы сделали памятные фотографии вместе с друзьями. КУРИГУ ЧУКА ПАТИРЫ ХЕССАЙО. А также мы устроили вечеринку. Переходим ко второму диалогу. ЧУЛЬЧАН ТЕМУНЕ – МАКИСЕ ГЮРОН СИГЕ МОТКАЙО. ИЗ-ЗА КОМАНДИРОВКИ – ТЕМУНЕ – ИЗ-ЗА. Когда мы используем ТЕМУНЕ, после существительного не будет падежного окончания. ИЗ-ЗА КОМАНДИРОВКИ – Я НЕ МОГУ ПОПАСЬ НА СВАДЕБНУЮ ЦЕРЕМОНИЮ МАРКА. МОТКАЙО – НЕ МОГУ ПОПАСЬ, НЕ МОГУ ПРИТИ. КРЕСО НА КОСЕГЕ МИРИ ЧУКАИНСАВА ЧУГЫГЫМЫЛ ЧУНДАРАССАЙО. Поэтому я заранее передал денежный конверт и поздравление Марку. МИРИ ЗАРАНЕЕ – ПерЕДАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЕ И КОНВЕРТ С ДЕНЬГАМИ. И ТРЕТЬИЙ ДИАЛОГ. Давайте посмотрим. МАКИ СИГА ВЕСАЕСО СЫНДИНЕСАЙО. Марка повысили на работе. КРЕЙО – Правда? КРОМЕН МАНДО МАКИ СИЕГЕ ЧУКА МЕСЕДИРЫ ПОНЕЛКАЯО? В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕ ОТПРАВИТЕЛИ НАМ СНАЧАЛА ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ МАРКУ. ЧУКА МЕСЕДИ – ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ. И посмотрим с вами на завершающий диалог по этой теме. Антон СИ. ТАЫМ ЧУЕ МАКИ СЕГЮРУН СИГЕ КАЙО? Антон, вы идете на свадьбу к Марку на следующей неделе? АНЬЮ – НЕТ. ЧОНЫ НЕ РИИ СОСО МОТ КАЙО? У меня появились дела, поэтому я не смогу пойти. РЮБА СИНЫ НЮ – А ВЫ ЛЮБА? ЧОНЫ Н КАЙО, А Я ИДУ. КРЕСО СОНМУРЫЙ САРО ПЕКХАДЖОМЕ КАЙОКОЕЙ. Поэтому я пойду в торговый центр купить подарок. СОНМУРЫЙ САРО ПЕКХАДЖОМЕ КАЙОКОЕЙ. Здесь мы используем ДИПРИЧАСТИЯ ЦЕЛИ с глаголами движения. Очень важно это тоже вспомнить. АТОН СОНМУРЫЙ САЙКОЕЙО? КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ БУДЕТЕ ПОКУПАТЬ? СОНМУРЫЙ САЙКОЕЙО? Я КУПЛЮ ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ИЛИ ГАЛСТУК. АНТОН СИНЫНЬЮ? А ВЫ АНТОН? АНТОН СИНЫ НЕ ВМЕСТЕ ПОПРОБОЙМ ПОДАРОЧИТАТЬ. АНТОН СИНЫ НЕ ВМЕСТЕ ПОПРОБОЙМ ПОДАРОЧИТАТЬ? АНТОН СИНЫ НЕ ВМЕСТЕ ПОПРОБОЙМ ПОДАРОЧИТАТЬ? АНТОН СИНЫ НЕ ВМЕСТЕ ПОПРОБОЙМ 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 ПОПРОБО Осталось нам с вами закрепить еще в одном диалоге. На следующей неделе в субботу день рождения у Ольги. Притяжательный падеж. Задаем вопрос. День рождения чей? Ольги. В таком случае не устроит ли нам вечеринку? Сеньюль пати. Вечеринка по случаю дня рождения. Чуайо. Хорошо. Сонмуль до чунби хео. Давайте и подарки тоже приготовим. Чунби хео. Это на самом деле здесь еще используем с вами пригласительное наклонение. Призывая совершить определенные действия вместе. Давайте и подарок тоже подготовим. Какой будет подарок лучше? Как вам духи или шарф? Да. В таком случае давайте на этой неделе отправимся в торговый центр и купим подарок. И давайте так же подпишем поздравительную открытку вместе с друзьями. Поздравительная открытка. И здесь в конце мы тоже используем пригласительную форму. Давайте подпишем. На этом мы с вами завершаем этот урок. Увидимся в следующих уроках.